Бои идут практически круглосуточно, за день приходится отбивать десятки атак. Об этом рассказывают украинские солдаты, которые защищают Бахмут. Российская армия удвоила здесь количество войск и в целом активизировала свое наступление по всей линии соприкосновения в Донецкой области. Какая ситуация на этом участке сейчас и смогут ли войска РФ прорвать оборону, разбираемся в этом видео. Это окраины города Бахмут. Здесь каждый день погибает около сотни российских солдат. Там рота точно ложится каждый день. Видео, как это происходит, в соцсетях становится все больше. Так как ЧВК «Вагнер» отправляет практически на убой внук прибывших, в основном это сидельцы, и уже попадаются и частично мобилизованные. Мобилизованных привозят сюда все больше и больше, ведь нужно замещать потери. Те, кого бросают в атаку на Бахмут, чаще всего назад живыми не возвращаются. Каждая волна новая, это абсолютно новые уже люди. Вооруженные силы Украины держат оборону в чертах города. Там хорошо укрепленные рубежи и хорошие огневые позиции. Россияне со стороны поля выполняют на город, выполняют наступательные действия. Потому что любое их движение сразу заметно, наши войска сразу замечают, отрабатывают. И сначала начинают работать 120-е минометы, то есть забрасываем просто минометами их. Если уже на прямую дальность, это уже работает стрелковая, работают пулеметы, то есть выкашивают практически волнами. И таких волн атак за день может быть много. Между этими атаками российские войска не всегда убирают с поля боя тела своих солдат. Вот как волна идет, так она и остается на поле. Им приходится в второй, третьей, четвертой волне в день уже идти по трупам. За ночь они, конечно, стараются их убрать, потому что есть определенные моменты, связанные с антисанитарией. Но, тем не менее, в течение дня им приходится по трупам своих соотечественников выполнять задачи. Но отказаться идти в атаку, либо отступать солдаты РФ не могут. Сзади стоят заградительные отряды. Можно попасть уже под огонь заградительных отрядов. Это напоминает, больше напоминает наступление штрафников, штрафбатов так называемых. Кроме пехоты, РФ несет под Бахмутом большие потери и в технике. Вот на этом видео видно, как недалеко от города сбили российский истребитель Су-35С. Также здесь постоянно сбивают российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Но все же армия РФ пытается наступать по всей линии соприкосновения в Донецкой области. Вот российские военкоры пишут, что войска РФ атакуют в районе Новомихайловки, тактически давят под Первомайском и Водяным, пытаются пройти с юго-востока на Авдеевку и обстреливают из артиллерии Красногоровку и Марьинку. В украинском генштабе утверждают, что все атаки сейчас отбивают. Существенного продвижения россиян в Донецкой области нет, рассказал новостям Донбасса спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Я уверен, что это очень трудно, это ежедневный ратный труд, это кровь и пот, и выдержка нервы наших солдат и офицеров, но я уверен, что у них ничего значительного там не получится. Хотя атаки в Донецкой области не прекращаются уже много месяцев подряд. Продвижение это не сопоставимо с потерями, которые несут российские войска. Пример этому село Павловка под городом Углидар. Недавно россиянам удалось вытеснить оттуда украинские войска, но при штурме лишь за несколько дней погибло больше 300 солдат, и это были не мобилизированные с плохой подготовкой, а морские пехотинцы элитной 155-й бригады. Тем более, что взяв Павловку, наступать дальше они не могут, ведь город Углидар расположен выше, у украинских солдат лучше огневые позиции. И продолжение атаки приведет к еще большим потерям среди россиян. На замену погибшим десантникам привозят недавно мобилизованных, и такая ситуация фактически по всей линии соприкосновения в Донецкой области, говорят эксперты. Восстановление боеспособности подразделения наступает тогда, когда оно несет потери более 30%. И сейчас большинство подразделений, даже которые имеют потери 50-60% личного состава, их не выводят из зоны боевых действий. Их даукомплектовывают недавно мобилизованными. Ресурс, которого сейчас у России достаточно, мягко говоря. И фактически идет восстановление личным составом. Не по технике, что тоже очень важно, должно быть и восстановление по технике, конечно же, полной боеспособности, но ее невозможно обеспечить. Тем временем, по данным украинского генштаба, в больнице на подконтрольной России территории Донецкой области каждый день завосят сотни раненых солдат. Иногда выгоняют даже тех, кто лечится, там, ну, цивильных людей. Плюс у них очень плохая, я бы сказал, отвратительная тактическая медицина. Эти аптечки, это просто ужас по сравнению с украинскими, я не говорю, уже там более современных армий, то есть там еще советские жгуты, все, поэтому у них потери. Больше половины раненых умирают в больнице, так и не получив должной медицинской помощи. Тем временем, украинские войска постепенно подтягивают резервы с освобожденной правобережной части Херсонской области в Донецкую область. Уже увеличилось количество стволов во рты, и наши войска иногда переходят в контрнаступление. То есть режим активной обороны, который в последнее время используют украинские войска, допускает контрнаступательные действия. И в некоторых местах успешные. Вскоре фронт в Донецкой области может начать двигаться уже в другую сторону, на восток, и украинские войска будут оттеснять противника в сторону России. Нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите свои комментарии. А если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями.